Тема урока – культура и образование. Вспомни, какие учреждения культуры ты знаешь? Где люди получают образование? Рассмотри фотографии. Какие учреждения культуры и образования на них показаны? Музей, театр, цирк, выставочный зал, концертный зал, библиотека – это учреждения культуры. Школа, лицей, гимназия, колледж, университет, консерватория – это образовательные учреждения. Там люди получают образование. Давайте прочитаем рассказ о музеях. Какие бывают музеи? Почти 300 лет назад при Петре I открыли в Петербурге кунсткамеру – собрание диковинок для всеобщего обозрения. Это был первый русский музей. Музеи бывают разные. В краеведческих представлены экспонаты, рассказывающие о прошлом и настоящем того или иного края или города. Первая в мире электрическая лампа, первая в мире радио, первый искусственный спутник Земли – все эти изобретения русских ученых и инженеров можно увидеть в Политехническом музее в Москве. Бесценные сокровища – картины и скульптуры, вазы, гравюры – хранятся в художественных музеях, например, в Эрмитаже и Русском музее в Санкт-Петербурге, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и Третьяковской галереи в Москве. Обсудите в классе, какую роль играют в вашей жизни учреждения культуры и образования. Посетите музей в своем населенном пункте и расскажите о нем. С помощью интернета совершите воображаемую экскурсию в любой интересный для вас музей. Сделаем вывод. Большую роль в жизни каждого человека играют учреждения культуры и образования – школа, библиотека, музей, театр и другие.